Вот в то время все люди, допустим, условно говоря, с гитарами, все люди с гитарами, все им играющие, они были единомышленники, то есть одинаково оценивали, что у нас там плохо, что Америка хорошо, что ну вот, какие-то по оценкам совпадали. Сейчас единства в оценках нету. Отвечаю, Женя, очень простой момент. Раньше для того, чтобы выйти, надо было репетировать, а репетировать это работа. Если ты занимаешься работой, это единение рабочего класса, пролетарий всех стран, соединяйтесь. Какая сегодня работа у нынешних музыкантов, если половина это компьютерная история, вторая половина это ярко выраженный плагиат. И немаловажный момент, что представить себе группу, где набирается пять уродов и один талантливый, трудно себе представить. Допустим, я, если брать мною созданную команду, я обезглавил четыре коллектива в Петербурге. Ровесники, россияне, как ни странно было такое название, Олег Гусев, Игорь Романов, Боря. Я забрал лучших музыкантов в лучших группах, и я абсолютно не боялся, что я тяну таких сильных музыкантов к себе, чтобы на их фоне быть плохим, тем более, что они выпускники Римского-Корсакова при консерватории, что во многом и дало ту базу, тот базис землянам, потому что мы правильно писали ноты и гармонии, и записывали правильно, потому что сегодня не единожды мне твои коллеги на радио говорят, а что ж такое вы делали, что и сегодня ваши песни не надо ремикшировать, потому что мы их правильно записывали. И уровень музыкантов сегодня, как бы, до Юра по прошествии 30 лет, ни одну нашу песню переписывать не надо. Да? А разве вот не возникает, как бы, идея сделать, ну то, что даже Кобзон сделал? Загубить. Нет, каждая песня запах своего времени. Нет? Даже Юра Антонов, при всем моем уважении к нему, на мой взгляд, он, конечно, останется при своем мнении, он раз пять, насколько я помню, переписывал свои песни, делая аранжировки. Может быть, может быть, только «Золотая лестница», может быть, у него стало таким танцевальным хитом в дискотечном, все остальные, эта песня, это так же, как взять сегодня Льва Толстого, переписать «Войну и мир». Ну, смешно же будет. Как же это? Каждая песня имеет свой запах своего времени. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».